МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу сказать, что приборы учёта, там, где были установлены и введены в эксплуатацию, плата выставляется чётко по ним. Там, где установлены, но не введены в эксплуатацию, плата выставляется по одной восьмой. То есть затопить не нужно. А где видите, кто не видел? Почему такая ситуация? Сейчас, сейчас нет. Что он где-то, и всё? Вы понимаете, проблема собственников, которые проживают в домах. У нас на каждом доме нет собственника. То есть собственников 90% каждый. И проблема вот именно в этом. Сейчас правительство Нижегородской области приняло постановление, но в продолжение правительства Российской Федерации. Потому что мы обязаны с вами, отчитывая, уже оплачивать коммунальные услуги по приборам учёта. Так как у нас приборено 700 домов, и люди уже, собственники, приняли это и оплачивают эти приборы учёта. Поэтому постановление правительства Нижегородской области должно выполняться. Голушеская ДКК, которая сейчас у нас оказывает нам услуги отопления. Если бы вот такой филакон. Но люди будут платить только 8 месяцев. Вот скажу, что летом они платить не будут. В связи с тем, что отапливаться не будут помещения. 8 месяцев. Вот это да, по-моему, сказать самое первое. Потому что то, что вы говорите, законы, всё это они читают на свадьбе. Они не понимают... Ну, мы не могу говорить. Закон есть закон, и мы обязаны... Ну, вот сейчас же сказали. Но ведь суба будет много больше по нормативу, тем по счётчику. Суба будет с метра квадратного. Значит, у нас увеличивается на 16.30. Ну, вообще-то пресс-релиза НКС тоже печатали. Значит, в Держинское время тоже печатала информацию. Как бы квитации информации тоже. Другое дело, хочу я её принимать или не принимать. Ну, вы понимаете, что закон есть закон, и мы обязаны с вами его выполнить. Мы выполняем администрацию. Мы постоянно пенсируем, постоянно дают информацию. Принимаем, мы знаем. Пожалуйста, Константин Ильич Фокин. Ну, вот вы знаете, я, конечно, вопрос так спонтанно прозвучал. Вот я говорю, 700 домов оприборены. Часть домов, как те, которые просто не могут быть оприборены по техническим причинам. Нет, я вот говорю о всех домах, которые, скажем, 700, условно-посчет установленных. Сколько из них, примерно, процентов сданного в эксплуатацию МКС? Нет, не все. Никакой, главное. То есть, по моей информации, не больше 10%, так? Нет, вы понимаете? Не больше 10% сданного в эксплуатацию. У нас в этом городе были дома, которые уже рассчитываются по приборам учёта. Но многие не рассчитываются оплатить одну финансовую, точно так же, как другие люди. То есть, даже в ТСЖ оплачивают, чтобы облегчить людям. Вы понимаете, что? Ведь что такое? Нет, товарищ, вот вы не уходите в дебри. Я конкретно вопрос задаю. Я не беру ТСЖ, у которых приборы учёта стоят давно. Они рассчитываются на государство потребовая поставляющая организация МКС? Я говорю об узлах учёта, которые были установлены в 2014 году в Дзержинске, на квартирных обычных домах, которые не являются в ТСЖ. Вот сколько процентов из них, узлов учёта, сданы в эксплуатацию? Вопрос я не просто так задаю. Я не готова ответить, важно. Не готова. Тогда вот как представитель администрации, скажите, правомерно ли выставлять счета жителям города за установку узлов учёта, которые не сданы в эксплуатацию? Мы с нами переговоров были. Нет, естественно, да, на фрагу. Приборы учёта установлены на ресурсоснабжающей организации. Это их обязанность установить приборы учёта, и собственник обязан за них заплатить. Если собственнику выставили плату, и плата, извините, уже пошла, значит, собственники согласны и приняли эти условия. Сейчас о чём мы говорим? Приборы не выйдет. Значит, если... Приборы не должны собрать, спросить ухраняющих компаний. Пока колбаса, извините, администрация в город вообще не владеет ситуацией, я так считаю. Если колбаса, извините, уже такое сравнение, не передана покупателя, он деньги за неё не будет платить. С узлом учёта то же самое. Из-за того, что, извините, я давайте скажу раз, куда-то мы виливаете в сторону. Я его виливаю. Если узел учёта поставлен, это не значит, что он сдан в эксплуатацию. Если мне стерку собирают дома и не привинтили там ещё пару болтов, она не сдана в эксплуатацию, я не буду рассчитываться. Я считаю, что администрация города в этом плане вообще ситуация спустилась под контролем. И вот народный взрыв, который, так сказать, возревает, он обязательно произойдёт. Вы должны ситуацию поконтролировать. Узлы учёта на 90%, я заявляю, не приняты, это в лучшем случае, если не 95, в эксплуатацию. Более того, почему вы НКС не подвигаете к дальнейшим действиям? Если в течение месяца прибор учёта общедомовой не сдан в эксплуатацию, или не принят, с собственником жилья, то НКС обязан взять её на техническое обслуживание. А это не происходит ничего. То есть там выставляют деньги, прибор не сдан, он может вообще не работает. Более того, берём продолжение ситуации. То есть 90% узлов не установлено. Плата, так сказать, устанавливается, закон такой 354-й установленный, для чего она принята? То есть о какой экономии идёт речь? Если просто с людей фактически взяли деньги, и немалые деньги, а вот, собственно, программа, она не училась. То есть по счётчику фактически единицы дамов только выставляли. Вот в чём проблема-то. И люди спрашивают, ладно, с нас такие огромные деньги берут, так сказать, давайте тогда с показанием счётчиков нас берите. Нет, вы понимаете, люди, когда им объясняют, что нам очень ко мне много людей приходит на приём, и я им объясняю, что они будут доплачивать 8 месяцев, люди успокаиваются и уходят. Вы понимаете? Вот это по нормативу, а вот это для чего он не для нормативу. Нормативу нас убьёт, наше постановление поставил. Свиньки с управляющими компаниями обязаны решать сами. Да, управляющие компании вообще не при дела, потому что у них никаких прав нет продавать территорию. Он даже не при дела. А потому что у НКС нет оговоренно с управляющими компаниями в следующий момент. Я вообще, Геннадий Чеславович, я понимаю, что ваш представитель, который на трибуну вышел, вообще не владеет информацией ни экономической, ни социальной. Вы как глава администрации, глава города здесь сидит. Я без генназиды, но реально, вы с меня полговорить совершенно. Номера постановления не надо перечислять, нужно дела делать. Я вот прошу от своего имени, я думаю, мои коллеги присоединяются, что в ситуации нужно разбираться, совещание какое-то собрать. То есть реально людей грабят сейчас. Ни за что. Нужно разбираться без навишения рук. Пожалуйста, пока. Нет, нет. В феврале месяц прошлого НКС с помощью своей подрядной организации установил узлы учета на квартирных домах. Соответственно, мы как управляющие компании должны принять данные приборы к эксплуатации. В связи с тем, что эти приборы были установлены с нарушениями, и на данный момент большинство этих приборов просто-напросто установлено с грубыми нарушениями где-то на земле, где-то сейчас они текут. Поэтому все эти замечания были НКС высказаны, и им было предложено, если замечания устранились. Вот я, к примеру, по своей управляющей компании скажу, из почти 200 приборов, которые они установили, было принято всего лишь 2%. Приборов, которые приняты, были действительно установлены так и положено. Остальные приборы были не приняты. Если вспомним мы год назад с вами эту папею, помните, когда мы писали с вами, до какого периода вы их сдадите, с какого периода будут жители начислять, нам НКС, конечно, пообещал, что с 1 января они возьмут их в эксплуатацию, сами будут обслуживать их, и, соответственно, жителям будут начислять с 1 января. Сейчас, видя, какая стоит зима, видя, что на улице, по сути, теплая погода, и НКСу невыгодно принимать и начислять по узлам учета, они пошли на определенную хитрость сейчас. То есть они начали начислять по 1 восьмой. Если бы они сейчас начисляли по приборам учета, соответственно, жители бы платили точно так же, летом они не платили бы, правильно? И, соответственно, у них начислений были бы намного меньше, потому что на улице стоит тепло. По фактическому. По фактическому, да, потреблению. То есть сейчас НКС очередной хитростью получает просто с граждан дополнительную прибыль за счет того, что погода стоит на улице теплым. Поэтому я считаю, что мы, как депутаты, сейчас на следующем в феврале месяце должны однозначно руководство НКС пригласить сюда и спросить. То есть те... Можно не ждать, да, можно начать уже всего на этой неделе. То есть их обещания были с 1 января сегодня этого года начислять по узлам учета. Что они в кавычках сделали? Нет, все. Я хочу напомнить следующее, что в начале года, ой, посередине лета, я был инициатором сбора подписей, как раз посвященном установке НКС и пригласить учетом вычислений. Значит, благодаря этим шагам в администрации города Дзержинска было проведено несколько совещаний. В том числе было несколько совещаний проведено у главы города. То есть помните? Иначе, ваш, помните? По итогам этих совещаний были протоколы, в которых была зафиксирована обязанность состава. С одной стороны, обязанность администрации, с другой стороны, обязанности... Ну, сейчас это уже не КС, правда, я не знаю. Были зафиксированы обязанности, то ли ТКК-6 пришел даже бывший директор Морозов, да, вспоминает, о которых мы договорились. То, о чем говорится Женвер, Олег Викторович, если я не ошибаюсь, поднимем эти протоколы, что действительно с 1 января будет производиться начисление по приборам учета. Со стороны управляющих компаний необходимо было передать НКС под подпись, значит, те недостатки, которые необходимо было устранить возникшие при установке приборов учета. Значит, необходимо запросить, я так понял, Олег Викторович, эти все недочеты, он передал. Все было отправлено сразу, что не было, соответственно, с управляющими компаниями приборы не были приняты. Это первый вопрос. Второй вопрос. Кто контролирует, отслеживает эти исполнения, эти договоренности? Почему? Потому что я напомню, тогда были собраны тысячи подписей Держинцев, и эта проблема Держинцев волновала. Это было в мае-июнь 2014 года, и меня просили не обращаться к губернатору и никуда эти подписи не отдавать, потому что проблема была локализована, действительно, обещания были даны. Через полгода мы с вами чугнулись, стоим на том же самом месте, и вдруг у нас многие депутаты решили там очки каких-то на денег заработать. Хотя я помню, что на меня НКС заявление в милицию написал по поводу моего выступления, что я считаю, что у нас будет коллапс в январе. Ну, вы мне извините за нервы эмоциональности, более того, мы обсуждаем на комитете. Я напомню, что мы просили НКС предоставить калькуляцию или смету по установке приборов, почему начисляются именно эти денежные средства. Но фактически ситуация, я для депутатов Хойко хочу объяснить следующий закон, прописан четко, есть обязанность ресурсо-набжающей организации установить приборы учета, и законодатель жестко вводит, к сожалению, жестко вводит обязанность наших владельцев квартир оплачивать данные приборы учета. Но при этом, при всем, хотелось бы еще социально справедливости, когда расчет по затекло осуществлялось так же по этим приборам учета, поэтому прошу администрацию города собрать монтицовещание и пригласить привозную компанию. Я знаю, что там ребята, в принципе, они с головой-то дружат, все в порядке, они договороспособны. Надо просто показать, что в городе происходит. Я соглашу с депутатом, с Галиной Николаевной, о том, что и с другими депутатами, что надо объяснять перед тем, как выставлять какие-то квитации. То есть, по сути, что произошло? Два факта. Первый факт. Тариф не изменился, просто теперь перешли от 1-12 ко 1-8, что тоже требует закона, поэтому сумма в платежках изменилась. Но надо, во-первых, опять же, провести переговоры для того, чтобы кто не может себе оплатить, импиемы не начислять, появилась какая-то срочница. То есть, Тариф не изменился, это первый момент. Второй момент, что начисление в идеале должно производиться не согласно нормативам. Действительно, Алик Викторович прав, сейчас тепло, а согласно приборам учета. И все, вопрос будет снято. Поэтому предлагаю пригласить, и я думаю, что мы добьемся консенсус степлоснабжающего организации. Спасибо. Пожалуйста, Булы Савидович, пожалуйста. Не пересчитаю. Почему они страдают? Не ж не давно, по 1,8 оплачивают. Что это да, по 2,9 по 8, смысле до 7 до 8, не поменялось. Зачем устанавливают, так зачем и знакомо давайте по одной, восьмой будем. Причем, 30,5 тыс плачет за этот учета. Если все равно приходит. У меня вопрос такой, во-первых, за чей счет запомнился прибором учебного? Я вот немного, наверное, подспорил насчет тарифов, что они не увеличат. Если оплата производится по одной восьмой, то у людей-то около 50% поднялась оплата, а трое и выше. Тариф-то устанавливается за гигакалорию. Я понимаю. Год-то ничего не поменял в течение года. Да нет, я и говорю, что 50%, а здесь другой процент. Во-вторых, сентябрь месяц. За мою жизнь, я не рада, не помню, что в сентябре месяц включали, а так ведь. В 2014 году включили 22 сентября. Ну, 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 все понятно, да? То есть за месяц людей сейчас сорвут просто 9 месяцев. Никто не сорвет. Понимаете, плата, она не изменится. Если человек отдачил одну тренадцатую за 8 месяцев, он так же, мы уже все просчитали. Ну, как вы просчитали? Я вам еще раз говорю. Мы с людьми просчитываем. Я вам еще раз говорю. В сентябре никогда не включали отопление. В сентябре месяц. За сентябрь месяц, в этом году, возьмут деньги. Возьмут деньги. Но это вы считаете нормально? Отопление было дано на некоторые дома не полностью 100%. 22 сентября. Сентября? Ну, ну, не первый сентября. На что мы крутимся вверх? Мы думаем, что это все? На начинке трудят за 8 дней, а не за весь месяц. Почему? Конечно. Конечно. Рассчитывать? Конечно. Ну, по 8-й, 4 месяца, исключить с марию, июнь, июнь, и август. Сентября месяца мы доброго заплатили. Ну, что мы, как мы тут играем в дружечке-то? Ну, что, уже совсем глупые все здесь сидят. Что вы с нами, как уважаемые коллеги? У меня просто, ну, покорректнее. Задаешь задание, задаешь задание. Вот какое-то вот виляние идет, и все. Ну, не такое конкретное. Ну, в конце концов. Ну, что же из нас тут делать? Просто, 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 я-то вот как раз хочу, что нужно начать разбираться с этим вопросом. Приборы учетов, на самом деле, должны быть приняты. Ну, как-то так. Почему мы стоим на месте, потопчемся? Павел Михайлович, правильно говоря. Договариваются, договариваются, договариваются. И в итоге, пост на это. Спасибо. Пожалуйста, Евгений Александрович, что вы хотите? Ну, обычно вот такие узупления, как сейчас Коммунист Хокина выступил, Виктор Валентин Шпарков называют популистскими игроками. Валентин, ну, да, уже. Значит, обязанность собственников дома, жителям надпвартирного дома, принять в эксплуатацию счетчики общедомовые, это их обязанность. Но так как жители не могут, вот, все выйти, собраться и как-то сообщать, все сделать, обслуживать их, передавать показания приборов учета, они для этого несколько лет назад, а некоторые буквально несколько месяцев назад приняли решение на общем собрании и наняли для этого компанию. Кто-то обслуживающий, кто-то подправляющий, кто-то создал ТСЖ. То есть заключили договор на то, чтобы все вот эти проблемы с установкой, с эксплуатацией, с введением в эксплуатацию счетчиков исполняла некая организация. Поэтому, когда заместитель председателя комитета БДЖКХ апеллирует к администрации, мне совсем непонятно. Константин Юрьевич, наверное, знакома, позиция НКС, которая не разу не доставлялась на комитет, и мы не раз обсуждали эту ситуацию на комитете. НКС четко заявляет о своей позиции. Управляющие компании уклоняются от своих обязанностей по выведению приборов, вообще-то молодых учетов в эксплуатацию. Сегодня мы рассматриваем вопрос двух хозяйствующих субъектов, двух коммерческих структур, НКС, ТГК-6, или как там она сегодня называется, и управляющих компаний, обслуживающих компаний, которые наняли жителей для решения своих проблем. Администрация города здесь может выступать только в качестве одного из собственников этих жилых помещений и не имеет больше полномочий, чем любой другой собственник. В、 이후, на сегодняшний момент ситуация следующая. Раньше общегородовое потребление тепла делили на 12 месяцев и выставляли каждое месяцное тепло. Сейчас общегородовое потребление тепла делят на 8 месяцев и будут выставлять 8 месяцев. Да, действительно, тариф не изменился. Действительно, в общегородовом потреблении жители будут платить столько, что никто сегодня не говорит о風ной охраны, Благодаря региональным законодательствам и федеральным в том числе, естественно, разрешено повышать ресурсоснабжающие организации тарифы, нормативы на 10% раз в полгода, то есть за 15-й год это произойдет в два раза на 20% тарифа, в том числе на тепло в домах, в которых не установлены приборы учета. Вот когда приборы учета не введены в эксплуатацию, дом считается неоприборенным, поэтому у НКС есть вся полномочия увеличить норматив на 10% с 1 января и на 10% с июня. Мое мнение личное, что мы наблюдаем с вами всем городом, по слову, НКС и обслуживающих управляющих компаний города по не введению общедомовых приборов учета в эксплуатацию. Пожалуйста, Иван Ильич, пожалуйста. Мария Александрович, ты, конечно, как мне дорог, но я немножко могу не знать, что. Я считаю, что здесь сегодня вопрос, он самый главный, вопрос жителей города, да, то есть и коррекция совершенно правильно поднимет эту тему. Сговор, не зговор, это, так сказать, пусть и разбираются компетентные органы. Но, действительно, сейчас самая большая, самая большая главная боль, это проблема жителей. Я считаю, что здесь необходимо, не откладывая долгие вещи, да, все дополнительные протоколы, которые были под совещанием. Значит, здесь сегодня, да, проголосовать заворщение, значит, НКС с требованием, да, то есть, во-первых, выплатить все необходимые требования по вводу приборов учета в эксплуатацию, значит, чтобы это не было, не стянулось опять на многие месяцы, да, чтобы это было сделано в самые коротчайшие сроки, да, чтобы в феврале у нас уже приборы были введены. Как это будет делать НКС, там, или другая компания, это уже их проблема, потому что, на мой взгляд, да, то есть, услуга, она не просто, услуга выставить тепло подать, услуга должна быть, услуга в полном смысле этого слова, в том числе и выполнить нормальные требования по вводу приборов учета в эксплуатацию. Поэтому, коллеги, я предлагаю сегодня прямо обратиться, значит, в компанию, как это, Москва, ТВК, обратиться в прокуратуру с требованием, с проверкой, да, действий компании, поставляющей тепло, потому что действительно эта проблема вооружена сейчас всех. Я думаю, что все поддерживают. Я предлагаю, поскольку администрация города в лице МОГ городской жилья является тоже собственником на квартирных домов, вручить администрации города в родице МОГ городской жилья, с вопросом о законности взимания платы жителей домов, стоимости установки общедомовых кустов учета там, где они не введены в эксплуатацию. Пожалуйста, Игорь Вячеславович, Вам слово. Уважаемые депутаты, первое, с чем я начал, действительно, сменилось руководство буквально перед Новым годом, новая компания зашла, старый директор Уходин, действительно, за многие ошибки и нарушения, с новой компанией мы ведем в диалоге, на следующей неделе, не позднее среды, я приглашаю депутата заинтересованной встречи, Валерия Анатольевича, или администрация, мы определим место, где как раз эти вопросы с новым руководством мы будем обсуждать. Но я бы обратил Ваше внимание, не надо говорить о том, что многократно выросли платежи за тепловую энергию. Нет такого, не может это такого быть. Если такое, это не, например, какие-то там злоупотребления по электричеству, там, подключение каких-то других электроносителей, здесь такого быть не может. Поэтому давайте просто в рабочем режиме, но украинщих компаний тоже в этой теме, мы их тоже пригласим на это совещание, которое еще раз, говорить, позднее следы будет у нас в этом министерстве. Значит, Геннадий Вячеславович, предложение депутата поднять все протоколы, которые мы проводили в совещании, подготовить к среде, все, приглашаю всех заинтересованных, мы совместим совещание, мы вам сообщим до полу. С учетом всех предложений, которые высказали депутаты. Обращение по праву. Да, уважаемые. Да что по праву, что они отзывали? Ваше, 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 ваше. Значит, мы должны сначала разобраться сами, чтобы потом было нехолосное обращение.